Привет, детишки! В предыдущей серии Лоренс Лимбургер похитил мэра Чикаго с помощью чумозоиды и его наемников, переодетых мышами-байкерами. В результате мышей-байкеров ложно обвинили в похищении. Но Лимбургер на этом не остановился. Большой босс осуществляет собственный план уничтожения всего города Чикаго. Первым делом он разрушает местный алмазный фонд и похищает алмазы. Зачем? Это сюрприз. Сюрприз. Но есть одна крошечная проблема. Их подружка Чарли подслушал, что мэра держат пленником на заброшенном складе металлолома-негодяйка. Она предупреждает никудышных грызунов, и те спешат на помощь, но мыши-байкеры вскоре понимают, что попали в ловушку животные. Ладно, Чумазоид, давай договоримся. Ты отпустишь даму, а мы сдадимся. Хорошо, согласен. Идёт. Этому стальному пятну нельзя доверять, она обманет. А у нас есть выбор? Соображаешь, зубастик безмозглый? Выбора-то нет. А ну, наручники. Ладно, Чумазоид, ты взял нас. Отпустите девушку. Сейчас же. Да знаете, мне не нравится ваш штон. Я, пожалуй, поменяю решётку. То есть решение, мальчики. Наденьте на красавицу модные браслеты. Похоже, обещание быстро выветрилось из его пустой головы. Придётся ему напомнить. Непременно. Как насчёт ручного маневра номер пять? Может, лучше номер три? Я в нём так круто смотрюсь. Номер пять, Винсент. Вперёд! Моя любимая книжка «Сказка о двух гусях». Отцепись от меня костолом! Меня тошнит от таких уродов, как вы. Вам мама никогда не говорила, что пушка не игрушка? Пораниться можно? Вы меня поняли. Или нет? Мудро. Я буду вежлив и попрошу ещё раз, смрадная тварь. Отпусти дому. Нет, ни за что, грызун несчастный. Виней, давай. Промахнулся, мышонок. Но иногда ты ловишь мышей, иногда мыши ловят тебя. Есть контакт. Всё, уезжай отсюда, Чарли. Без вас я никуда не поеду. Чумозоид нарушил слово, но мы своё сдержим. Он представитель закона. Надо брать отсюда мотоциклы, пока он не очнулся. Где эти подлые грызуны? Всё будет в порядке, поезжай. Мыши-байкеры с Марса. Зловонное правление мыши-ненавистника, часть вторая. Автор сценария Ив Форвард. Продюсер и режиссёр Том Татаранович. Лимбургер. Повелитель, какой неприятный и какой его схитчительный сюрприз. Да, а где же традиционное плутаркеанское приветствие? Если честно, ваша начальственность, я что-то не в настроении. Живо! Булка г булки. Вонь смешаем. Плутар крепчает. Галактика мельчает. С формальностями покончено. Теперь позвольте узнать цель вашего звонка. Ваша чрезмерность. Это была дружеская проверка, Лимбургер. А всё же я завтра приезжаю. Надеюсь, ты уже начнёшь эксплуатацию недор к тому времени. Да или нет? Извините, ваша обильность. В чём дело? Я посадил бывшую тюрьму, боссы. Вот что я вам скажу. Продолжай, Лимбургер. Ты упоминал о каких-то проблемах, кажется. Проблемы? Нет, ваше благоразумие. Никаких проблем. Совсем никаких. Напротив, я намерен положить весь город Чикаго прямо к вашим зловонным ножкам. Ну что ж. Мои поздравления. Молодец. Но предупреждай, Лимбургер. Не смей меня обмануть на этот раз. Харбунгл! Вы звали ваша перезрелость? Да. Как там наша бурильная машина? Она почти готова, ваша сочная мясистость. Осталось найти для неё оператора, имеющего опыт в подземном бурене. Я предвидел гениальный ход ваших мыслей и уже нашёл его. Ваша порционность в индивидуальной упаковке. Встречайте. Туннельная крыса. С ума сошёл. Ещё одна мышь. Мышь. Это мышь. А я крыса. Я ем мышей на завтрак. Да. А мне нравится метростроя ведь. Эти гнусные мерзавцы, ваша честь, почичили глубокоуважаемого мэра, взорвали алмазный фонд и законопроникли на территорию металлургического завода. И ещё захватили магазин игрушек. Да, да, да. И сопротивлялись аресту. Я требую, в общем, пожизненного заключения для них. Чёрт. Его показания такие же грязные, как он сам. Это нечестно. Я не потерплю несправедливости. Что ты будешь делать, друг? Ты же не юрист? Нет, но я видел все серии «Закона и порядка». Трижды причём. Ваша честь, у меня есть возражения. Да, и какие? Ваша честь, поскольку алмазный фонд подвергся разрушению задолго до нашего там появления, совершенно очевидно, что мы попадаем в категорию «Постом-интропиком», то есть не несем ответственности. Вы хотите сказать? Более того, мы находились в процессе проведения спасательной операции. Он всего это в телевизоре нахотался? Жаль, рекламной паузы не будет. Из всего вышесказанного ясно, что не мы захватили данный магазин. Это противоречит фактам. Следовательно, мы невиновны. Ваша честь, на этом у защиты всё. Да, 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 блестящие показания, наверное. Суд признаёт всех троих невиновными. Вы свободны, прошу вас. Ребята, я старалась, но так не нашла вам адвоката. Адвоката? Нет, хватит с меня адвокатов. Они все могут идти. И побыстрее, пожалуйста. Могут идти, не бывать этому. Придётся снова вас задержать. Иначе раз покрепче. Сначала тебе придётся поймать нас. Но мы тут не задержимся, в отличие от тебя. Эй, снимите с меня эту гадость. Чёрт бы вас побрал, мыши-байкеры. Ребята, чтобы не затевал Лимбургер, он скоро осуществит задуманное. Он что-то строит на своём секретном заводе на окраине города. Я не знаю, что это. Но если в этом замешан Лимбургер... Вони будет много. Вперёд, братья. Включаем рок. Вперёд! Большому боссу, хотя не понравится. Вот она, ваша сырность, бурильная машина. С краденными алмазами в качестве зубов она прогрызёт всё, что угодно. Впечатляет. Да не маловато ли она? Нет, её размеров хватит, чтобы превратить Чикаго в открытый рудник всего за один день. Попрощайтесь с Чикаго, джентльмены. Потому что завтра в это же время ветреный город будет унесён ветром. Хватит стоять на одном месте. Пора покончить с этим городом. Крыса к бою! Крыса к бою! Готов бурить, мистер Бридж? Тогда за дело. Придержи лошадей, Леймбургер! Ты не тронешь Чикаго, пока мы можем этому помешать. Вы исходите из ложных предпосылок. Видите ли, вы никоим образом не сможете мне помешать, отвратительные грызуны. Присутствующие, разумеется, не в счёт. Сахта лучше. Раздави этих жалких тварей. Мы ещё встретимся. Рвём к шоссе, братья. Прикончи их. Город гангстеров скоро станет моей шахтой. У меня от этих парней хвост зудит. Да я ж мёртвую петлю. Держись, Чарли. Вы что, с ума сошли? Мы не психи, а трюкачи. И лучшие! Да! Это вы так думаете! Мы будто в Китай попали. Гони денежки, а то не получишь ничего. Похоже, там вам самое место. Но где же Лимбургер? И та здоровая машина. Боюсь, Лимбургер зарылся в грязь глубже обычного. Закопаться можно. Кайф! Развлечение только для взрослых. Экс-экс-коварьер. Я на вершине мира. Да, превосходно. Идём на Чикаго. Мы могли бы выйти через ту же дыру, что проломили на входе. Ты шутишь? Это же скучно. Веселье кончилось. Смотрите, Лимбургер делает подкоп под город. Жилые здания совсем рядом. Похоже, Лимбургер увлёкся тяжёлым раком. Значит, надо поторопиться. Подбирайте остатки алмазов и следуйте за мной. Отрадная картина, понятная ни в чем, напоминает последние дни на Марсе. Надо доложить высокому начальству. Лимбургер, ну что тебе нужно? Я принимаю вон с девушкой. Давайте на сей раз опустим приветствие, ладно? При девушке-то. Ну ладно, в виде исключения. Что, хочешь продолжить о своём провале? Да. Напротив, в данный момент Чикаго рушится как карточный дольф. Я могу дать стопроцентную гарантию успеха. Надеюсь, в противном случае ты будешь вылизывать мой зловолный сортир с твоим языком. Не беспокойтесь, тупорылый маразматик. Теперь даже мышам-байкерам не под силу будет меня остановить. О, нет. Машина Лимбургера идёт прямо на радиостанцию Свит Джорджи Браунс. Мерзавец. Видимо, он фанат кантри-музыки. Это последняя капля. Теперь я страшно зол. Да, это грязный приём. Этот комок плесени не тронет моё любимое радио. Надеюсь, новые модификации нам помогут. Пора проверить их в деле. Ты прав. По газам. Они правда работают? Просверливают насквозь всё подряд. И не скажешь, что это трудно. Скорее, весело. Расстояние не сокращается. Надо перекрыть ему путь. Срежем угол, ребята. Что? Как? За мной. Подземка рок-н-рельсы. Следующая остановка. Головка сыра. Мы ещё не уничтожили эту противную радиостанцию. Прямо по курсу. Мы сравняем её с землёй. Дальше не надо, Лимбургер. Опять эти проклятые грызуны. Пробури их. Насквозь. Всё, братья. Стреляйте вдоволь. Я бы лучше пострелял в машину. Действуй. Эта крыса подожмёт хвост и сбежит туда, откуда вылезла. Точно. Там от неё будет меньше вреда. Разворачиваемся. Ну что, нагоним страху на это подземелье? Или как? Не туда едешь, сволочь. Поворачивай. Там эти чёртовы мыши мешаются. Так разберись с ними. С радостью. Больше всего на свете туннальные крысы любят хорошую драку. Что дальше? Спорим, это плохая новость? Нет. Это хорошая новость. Для меня. Видите ли, вас вот-вот уничтожат. Это ваш личный провожатый в загробный мир. Метростроя ведь туннальная крыса. Я рву мышек до подмышек. Я вас препарирую. Покончи с ним и хвост пистолетом. И побыстрее, а то здесь радио не ловит. Бурильная машина прямо по курсу. Начинаем операцию «Бой быков». Карбон кол. Они едут прямо на нас. Экстренная эвакуация. Ненавижу этих злосчастных мышей. Пусть здесь поваляется, пока Карбон кол не вернет его в ту крысиную нору, из которой он вылез. Ладно, пока крыса в мышеловке, нужно заняться главным вредителем. Сбой системы. Панель управления сдохла. Нет. Контроль терять нельзя. Найди мне мэра. Тебе недолго осталось, Лимбургер. Твои дни на высоком посту сочтены. Не торопись. Политика – игра с позицией силы. Но у меня в этой игре козырной туз на руках. Я-ху! Ничего не бойтесь, Винни здесь. Подвести вас – большая честь, ваша честь. Увези его подальше Винни, а мы тут закончим. Сваливаем! Что? Куда нас везут? Нет! Только не моя башня! Нет! Ой, весело было. Ну что еще? Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет! Эй, хорошо-то как! Спасибо. Спасибо. Вы, юные герои, спасли не только мою жизнь, но и весь наш город. Да ладно, пустяки. Ничего особенного. Это наш гражданский долг. Нет, я должен вас наградить. Давайте. Как насчет контрамарок в оперу? Спасибо, не надо. Ключ от города. Приглашение на бал полицейских. Билеты на парковку. Нет, не стоит. Мне очень жаль, но у меня остались только купоны на бесплатные хот-доги и шипучку. Годится! Годится! Будь свободен, как ветер! Да, как ветер. Ты все-таки потерпел неудачу. Что ты можешь сказать в свое оправдание, Лимбургер? Позвольте выразить традиционное полуторкиганское уважение. Прошу вас. Сортир, как я и обещал. Доставай язык и заработу! Класс! Бесплатные хот-доги! Шипучка! И рок-н-ролл! Праздник! 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 Притормозите, так просто вы не отделаетесь. Что? В городе бардак. Мы должны помочь людям навести порядок. Но... Детка, мы город спасли. Ты забыла? Разве это не снимает нас, крючка? Если вы добропорядочные граждане, нет? Она права, работа еще не окончена. Я знал, что драка под землей – грязное дело, но это уже слишком. Навести порядок в городе родном. Навести порядок и остальное потом. Детский сад. Детский сад.